Все это случилось в одной из пельмешков нашего родного города. С тех пор, как четыре года назад, мать с отчимом уехали на заработки в далекую канулу, где русская мощная специализация оказалась почему-то воспребованной, Димка, включенный на то причине отчимовой матери, фактически оказался предоставленным самому себе. С бабой Эммой они существовали в параллельных пространствах, решились легко пересекать свою комнату. С бабой Эммой было немного по барабану все, что касалось Димкиной жизни, пришли от ее жизни и слишком отрывала ее любимого телевизора. Деньги на карманные расходы Димка регулярно снимал в банкомате с расчета, который родители завели специально для него, и на которые ее авторская фирма, сдававшая родительскую квартиру, регулярно приводила оплату за нее. Димон жил в шоколаде. Не улетел в бас, не лезли в учебные и прочие дела, но была отдельная большая комната, классная научная комната и полная независимость от рынков. Учился Димка так себе. Не угляняли слава богу. Терман не рвался. Армия ему, с его кривой, сходить на спину не грозила, торопиться с устройством в жизни уже не было, и Димка спокойно заканчивал свой одиннадцатый класс, не сильно переживая заценки в аттестате. Переживания у него были другие, совершенно нормальные для этого возраста, любые. Но для начала десятого класса Димка обходился другими интересами. В частности, в отличие от большинственных классников, кроме вернется на обладение мышкой и клавишами, самых сложных в стрелах, он еще читал книжки. Да какие! Вся здоровенная, очень молодая библиотека была властной долей поперек. Кроме вполне понятных Дюмара, Жюля Берна, Иконана Дойла, Димка Бура, штудированный от умных Малиме, Димар, Клингвей, Джек Роттен, еще много чего от совершенно неизвестного большинству своими их продвинутых гимнами. Слово в десятом классе Дима конкретно втрескался в первую красавицу школу послепительную Маринку, по которой сохли многие, куда более ими наиболее. О, Димон, привет! О, привет, Замка! Ты теперь что с трубой? Народ тебе с утра дозвониться не может. Разрядился. А че она пыль такая? Эх, Маринка разбилась. Шевгонишь, перетони! Эх, что слышал? Она со своим хахалем на Х-5, на Волгоградке, фуру зафигачивает. А Маринка-то живая? В коме, блин. А где она сейчас? Эх, в трампункте. Понял, блин. Понял. Димон, ты куда? У нас сейчас химия. Тебе опять в пропуск поставят. Как вы сказали, Марина Никитлорова 90-й год рождения. Так. Кома, состояние стабильное, ухудшений нет. А вы кто? Да, и понимаете, я из школы, ночи класса. А повидать ее можно? Нет, конечно. Она же в реанимации, а туда никого не пускает, даже самых близких. Что бы ты домой? Герой. Да куда ж мне идти, а? Слушай, пацан, отойдем. Вам он дождь есть? Паутинник я тебя к ней проведу. Это твоя подруга. Да нет. Ну так, одногласница. Сейчас, сейчас. Вот. 30. А больше нет. Давайте я вам 20 потом занесу. Я к ней еще приду. Да ладно, давай сколько лет. Я сегодня добрый. Пойдем со мной. Ну, заходи. Это что? Реанимация? Какая реанимация? Это наша железненькая раздевалка. На, оденься. И шапочку не забудь одеть, а то у нас рыжих электриков нет. Тебя хоть как зовут? А, Димон. А, то есть Дима. Меня там рад. Ладно, Дима, вот, держи тебе. Я маскироваю. Пойдем. Пойдем, пойдем. Слушай меня. Сейчас зайдем в коридор. И ты быстро, мимо дежурной сестры, на нее и смотри. Потом я отведу тебя в бокс и уйду. Ты дорогу назад запомнил? Да нет. Ну, не уверен. Ладно. Тогда я буду ждать тебя. Да он у того лифта. У тебя не более пяти минут, а то скоро пересменка врачей заканчивается. Ладно, давай. Вот тебе и принцесса. Коми. То ли оживет теперь, то ли нет. А если не оживет, то крен с ней с этой жизнью. Порежу вены. Или таблеток наожусь каких-нибудь. Или еще как-нибудь. Со всем этим закончу. А если оживет, буду ей опять как щеночек в глаза заглядывать, унижаться, чтобы хоть посмеялся до мной. Буду смотреть, как она с крутыми крутит, а легаться себе присматривай. Буду. И ковриками ей под ноги лягу, и амбаразуру, как тот чувак матросов из учебника с собой закрою. Лишь божла. Лишь бы опять смеялась, потягивая копной рассыпающихся по плечам блестящих русых волос. Лишь божла. Если умел бы, блин, молиться, кому-нибудь там, кто помогает, кто помолился бы. Эх, не умею, блин. Так. Опять там раз бизнес делают. Да я, понимаете, ну... Молчи, Ромео. И не говори мне, что ты ее брат или староста класса или еще какой-нибудь франье. Любой парень, это прекрасно. Ради любви можно и нужно жертвовать и рисковать. Сколько от Ацинвостока с тебя случилось? Я, понимаете, ну, тридцать, больше не было. Вот это не хватило. Опа! Уже пятьдесят. Недавно двадцать было. Растут расценочки-то. Пора в долю ходить. Да я, ну, там, Аринка... Да ладно. Тебе повезло, что ты на Арину Израилю не наткнулся. А то был бы тебе Хэллоуэн с Валентинками. Нельзя с тебя здесь все-таки быть. В коридоре поговорим. В общем, Ромео, положение с твоей жюллетой дерьмовое. А дерьмовость его в том, парень, что мы, врачи, в этом ничегошенькие понять-то и не можем. Стало быть, и спрогнозировано. Сегодня на пяти минутке у главного решили консилиум из профессоров бывает собрать. Бывает такая штука, но крайне редко. А что за штука? А штука в том, парень, что Джульета твоя абсолютно здоровая, если можно так сказать. То есть все функции организма, мозг, сердце, легкие, работают прекрасно. А с другой стороны, она вроде как и мертва. То есть самой души в теле нету, если можно так выразиться. Пору верующим стать. И что же с ней теперь будет? Никто этого парень сказать не может. Ни я, ни профессора. Может быть, она через три минуты очнется и домой побежит. А может, так и годами лежать. Такое тоже бывает. А может, ей кровь надо, или там, не знаю, органы какие-нибудь. Хорошо, Ромео. Если надо будет, у тебя и возьмем. Вот тебе визитка моя. Захочешь увидеться с Джульетой, позвони. Надо будет, проведу. За даром. Нечего прохиндеев кормить. Оставь здесь барахлишко, дам разово. И халатик. Я ему сам отдам. Заодно и вздрючу, малеха. Ну, бывай. Спасибо. До свидания. Ай, ты мразь. Эх, что ж теперь будет? Сыж, пацан, ты шо тут забыл? Ничего не забыл? Я к метро иду. Че ты гонишься, ржавый? Метро в другой стороне. Да нет. Да я не гоню. Я тут у вас заблудился. Тут у нас, это не там у вас. Здесь так с людьми базар не ведут. Понял? Понял. Ну, раз понял, так сбей пацанам таможенный сбор. Да нет, милошей. Я все там раз отдал. Да я никаких там разов не знаю. Мне пофигу. Че ты? Где? И кому ты отдал? Нету бабок. Давай им по-тришник. На. Фуречи. Фуречи. Трубу давай. Трубу? Нет, трубу я тебе не дам. Че? Че ты сказал? Трубу не дашь, а че ты мне дашь? Хвост со старой макарки. Понял что? Я не ржавый, а рыжий. Понял за слово? А щи вам. Да, пацаны. Вы мне здесь, свои шобы, заметьте. Без вопросов. Я на кишки встать успею. Ну, что вы делались? Кто перенет шашлык? Бараны. Пойдем отсюда, а то еще поуроду. Козел. Продолжение следует... Здравствуй, брат. Здравствуйте. Беда, брат? Да беда, блин. Слушай, да ты весь промокший. Так, хоть и заболею. Кому я нафиг нужен? Там уже и так никому. А ридни, батьки? Родные? Эх, да, мать с учетом в Канаду улетели. Грин-карты зарабатывают, я им по барабану. А баба ему вообще телевизорой живет. Я сдохну, она не заметит. Может быть канал переключит. Так, а батька? Отец? Да, отца я не видел никогда. Он мать бросил, когда я маленький был. Мама от него денег брать не стала. И со мной ему общаться запретила. Да, он не рвался особо. Ну уже ж так никому ты и не потребовал. Не любит тебя никто, не можешь такого быть. Попуга любил. Всегда на плечо садился, вот сюда. И тихонько так ворчал. И за ухо потрепывал. Только Улетел он в открытую фоточку. Три года назад. Да, так и не вернулся. Хм, слушай, так а ты сам кого-нибудь любишь? Люблю. Или любил. Ну не знаю, как правильно про полупокойника сказать. Тобто полупокойник. Да, кома. Такие вот дела. И кто она? Принцесса моя. Маринка. Ну а звуть-то тебе як? Димон. То есть Дима. Дмитрий. Ага, брат Дмитрий. Ну а мне Афанасиям нарекли. Так все и называют деда Афанасий. Тебе едет? Нету. Погиб на железной дороге. В Сибири где-то. Я точно не знаю. Там мама маленькая была. Она мне не рассказывала. Ну, дади пока что я тебе за деда буду. А ну давай, внучек, чайком загреемся. Ну, пыль, внучек, загревайся. Ну, пробуй. Смачно? Угу. Кайфища. Втыкать не по-детски. Ой, то есть, извините, просто очень вкусно. Ну а ты добра, внучек. Пыль, ешь на здоровье. Так что там с твоей Маринкой говоришь? С Маринкой-то? Да, понимаете. Я в Маринку с 10 класса. Ну, короче, она красивая очень. Такая красивая. Глаза, волосы. Ммм. 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 Дима, вставай, прокидайся. Ммм. 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 И еще пока что в своем пошарпанном батискафе. Просто дана мне такая возможность, особенно общаться с святом вечности. Вважай, это моей работой. До речи, Маринка твоя тоже в этом мире, и у нее тут проблемы. Поэтому я попросил того, кто решает такие вопросы, дать тебе возможность попробовать ей помогать. Но ты сам можешь решить, помогать ей или нет. Попередаю, дело очень легкое и небезопасное. А что будет происходить со мной там, в вечности? Ну, это тоже не предупреждено. Все может быть. Дело в том, что они, и Маринка, не подготовлены к этому миру. И даже не удивляйте, как поводить себя, чтобы не потрапить в место мух. Вечник, до речи. Но сейчас у нас нет времени на объяснения. Скоро должен быть висник, ты должен призначитесь. Пойти на риск земной смерти. Ради возможной, наголошуя, возможной помощи Маринцям. А если я все-таки смогу ей помочь? Тогда вы получаете шанс вернуться в земное жизнь и подготовиться к свете вечности. Вместе? Ну, этого я уже не знаю. Хорошо. Я все понял. Я пойду за ней. Ну, хорошо. Ты выяснился. Здравствуй, висник. Здравствуй, аппарат. Знакомьтесь. Это висник. Это Дмитрий. Он пойдет с тобой, Дима. И будет тебя охранять там, где можно. Типа телохранитель? Ну, типа того. Но, так как тяло твое тут, скорее всего, просто охранитель. Значит так, Димитрий. Вы сейчас, звездником, отправляетесь в небольшую экспедицию. Местец, где должна быть Маринка. Твоя задача, по-перше, найти ее. По-друге, помоги ей визначитесь и пойти за тобой. И первое, и второе, очень нелегко. Там зрозумеешь, чему. А, и вот еще что. Запамятайте пять слов. Кирия, Иису, Христе, Елейсон, Ме. Повторю, я какомога частейше. Особливо скрутнув хвилину. Запамятал? Кирия, Иису, Христе, Елейсон, Ме. Запомнил. Ну, доброе. Так иди с Богом. Как обычно, сначала верхний город. Нет. Одразу оглядываю площадку и одразу в терминал. До речи, встречающего тоже не будет. Ты будешь один. Хорошо. Пошли, Димитрий. Ну, пошли. Спасибо. Пошли, Димитрий. Спасибо. Пошли, Димитрий. Пошли, Димитрий. Пошли, Димитрий. Пошли, Димитрий. Пошли, Димитрий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это место мы называем смотровой площадкой. Отсюда начинает осмотр, каждый вновь прибывающий сюда, перед посещением верхнего города. Но таким путем идут сюда только те, кто пришел навсегда. Мы же отправимся с тобой в терминал прямо сейчас. Подожди, подожди, а он, посмотри, это что, рыцарький замок? Ну, вон там, на скале, у тех, вот. Да, это замок, и в нем живут обитатели. А это, это что, римская вилла? Ну, он, посмотри, та, которая под шипичной крышей. Да, это римская вилла. Здесь есть все. И виллы, и замки, и дворцы, и приморские поселения, и пещерные города. И еще множество того, чего человеческая фантазия не способна вообразить. А ты видел и знаешь весь этот мир? Нет, Дмитрий, он необъятен. Я видел многое, но лишь малую часть того, что здесь есть. Тебе нравится здесь? Еще бы! Это круче любого фэнтези! И, кстати, мне кажется, что я уже был здесь. Может быть, во сне, или даже родился где-то тут. И неподалеку мой настоящий дом. Офигенная красота. Классно тем, кто здесь живет. Наверное, они тут счастливы. В этом ты прав. Все они счастливы. Счастливы потому, что здесь все друг друга любят. Запомни то, что ты видел здесь. Тебе это пригодится позже. Ты бы хотел остаться здесь навсегда. Да, еще бы. Вон в том замке или в вилле. Да где угодно, только бы здесь. И с Маринкой. Только это невозможно. Здесь возможно все, Дмитрий. И многое зависит от тебя самого. Сейчас мы отправляемся в переходной терминал. Повтори пять слов, что были даны тебе, Афанасий. Все. Теперь идем. Афанасий. Афанасий. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... у нас. Я ваш личный менеджер. Вы можете звать меня Тофик. А ты чё, из Азербайджана? О, нет. Скорее, из Германии. Там меня зовут Дэнг Тойфель. Но вам будет проще звать меня просто Тофик. А-а-а! Вы у нас из Крузильчика. Ну, ничего. Мы пойдём по стандартной программе, а право принятия и решения остаться здесь у нас распространяется даже на эксклюзивных клиентов. Свободная воля. Именно здесь, как нигде, вы можете насладиться всеми её преимуществами. Свобода воли. Это основная мысль и главная ценность нашего терминала. Клиент свободно выбирает у нас здесь всё, что захочет. И свободно реализует свой выбор. Здесь у нас. Это не там у вас. А здесь у вас где-то должна быть Маринка. А, то есть, Марина Никифорова. Одиннадцатый Г-класс. Никифорова Марина. Да. Никифорова Марина. Да. Марина. Она у нас в терминале. Находится где-то в зале презентации. Ещё не определилась с главным выбором. Так что мы ждём? Отведите меня к ней. Не имея возможности, мы не можем уклониться от стандартного маршрута. Ну, если же вы, конечно, ранее в каком-либо из залов не примете решение осуществить свой главный выбор, вы встретите Марину Никифорову где-нибудь по пути следования, если, конечно, она сама к этому моменту не определится с главным выбором. А чё это вообще такое? Ну, как ваш главный выбор? Пойдёмте. Я вам покажу это на деле. Сектор критического анализа и свободы распространения информации. Вы слышали, какие гадкие устрицы подают в ресторане Максим? Мальчик из соседнего подъезда весь испоганил в мой БМВ. Ханна-ведьма, Ханна-колдунья, Ханна-сглазила наших детей, Ханна-наводит порчу на наших детей. Таким как Анна Ахматова нет мест на зрении передовой творческой интеллигенции. Мистер и миссис Смит. Кустейн угрожает всему цивилизованному миру своим бактериологическим оружием. Все папы и монашки охмыляют простых дружеников. Конечно, Ахмат такое количество денег олигарх С спокойно может и тратить в любых клубах и ресторанах. Только здесь быстро и качественно наращивают волосы и ногти. Екатерина Петровна всем продемонстрировала свой целлюлит. И вообще, я мать поделит детей. И вообще, кто мне заплатит за починку моего БМВ? Ну, кто? Отверьте! Где можно накопать такое количество денег? Да в нашем городе вообще невозможно питаться. Слушай, Тофик, что это такая анализация? Куда мы попали? Что вы, что вы? Просто здесь каждый имеет право свободно высказывать свои замечания любой степени критичности, свободно распространять их в здешнем информационном пространстве, свободно создавать собственные версии интересующих его событий, пусть даже основанные на заведомо неточной информации. Это и есть высшее достижение свободы слова. Это о чем? Типа свобода врать, клеветать, сплетничать? Да ну и нафиг такую свободу! Как изволите, как изволите. Зал презентации Гурмания! Блин, баба Эмма мне такого в жизни не готовила. Ух, а живот скрутилась. Это вам не питью хлебами жалких несколько тысяч накормить, только терминал способен обеспечить вечным наслаждением пищей любое количество самых приказательных гурманов. Посмотрите, здесь все счастливы, и это еще не все. Для изысканных клиентов, ценящих изысканно высокие наслаждения, наш терминал предоставляет исключительную возможность обретения возвышенных состояний с помощью всех, в основном запрещенных убогими человеческими законами веществ. Здесь и нет запретов! Каждый здесь реализует свободно ослаждаться любой пищей по собственному выбору. Именно поэтому многие совершают здесь акт решения. Не желаете приобщиться к удовольствиям избранных, так сказать, вечный кейк? Ну-ну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сколько бы вам хотелось иметь этого богатства? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и что там еще по мелочевке? Так мало? Да это же копейки! Мельче, чем копейки! Всего-то 150-200 миллионов долларов! Ага, мне бы такие копейки, Маринка бы, блин, не с теми кренделями, тусовалась бы! А что вы скажете о возможности иметь неограниченное богатство? Богатство, покрывающее самые фантастические пожелания! Миллиарды, триллионы, триллионы, триллионов! Причем не только в полуфальшивых бумажных баксах, а в самой конвертируемой валюте! В золоте, платине, бриллиантах, драгоценностях! Да в чем хочешь! Хоть в ракушках каури или юанях! Как вам такая перспектива? Ага, конечно-конечно! Небось опять кто-нибудь кидал его! У нас серьезная организация! Мы не лохотронщики какие-то! И если здесь что-то у кого-то и получается не так, как он хотел, так это только потому, что он сам не сороизмерил свои возможности со своими желаниями! И если вы имеете в виду того наркомана, которого в земной жизни наркоманам на сина никто не делал, так он сам виноват в том, что посвятил свою жизнь наркотикам! А здесь подтвердил свой выбор актом решения! Мы же свои договорные обязательства выполняем! Ладно, ладно! А как у вас с богатством на осьмом уровне? Это место не нуждается в презентациях! Хочешь богатство? Бери богатство! Мало взял! Приходи, бери еще! Здесь нет времени! Все без обмана! Не верите? Поговорите с любыми из обитающих здесь счастливчиков! О! Слышь, ботан, а ты давно здесь? Хелло! Я тут с 1965-го! Сейчас какой год? 2012-й? Ну тогда и считай! 67 лет уже! А ты новичок или определяешься? Ну я? Ну я вообще на экскурсии и человек одного ищу! А что, правда тебе можно богатство в сеть? Сколько захочешь! Правда! Бери сколько захочешь! Найди себе место и складывай! Пойдем! Я покажу тебе свой капитал! Вот твой капитал! И ты что, столько за 47 лет натаскал? Нет, я натаскал больше! Просто у меня три раза по столько же украли! Как украли? Здесь что, воруют? Ну да, конечно воруют! Пока человек идет туда, кто-нибудь подойдет к его куче и возьмет что-нибудь, ну что ему понравится! А в это время у него тоже кто-нибудь что-нибудь возьмет! Так что, если тебе что-нибудь особенно нравится, носи его на себе, как я, видишь! Кстати, есть люди, которые туда совсем не ходят! Они только то и делают, что воруют! У таких кучи самые большие! Только их часто ловят на этом и бьют! Но, да, все равно продолжают... Но они все равно продолжают воровать! Видимо, не могут по-другому! Послушай, Эдвин, а что делаешь, кроме вот этого всего? А что я должен делать? Я собираю капитал! Я увеличиваю его! Я управляю им! В той жизни я был бедным! Я и хиппи стал, потому что у хиппи ничего своего нет! А здесь я стал очень богатым! И именно здесь я сделал свой главный выбор! И ты можешь его сделать здесь и стать очень богатым! Слушай, я, наверное, еще не определился! Хочу ли иметь много бабло и быть очень богатым? Ну, как хочешь! Тогда прощай! Прощай! Хиппи! Рекомендую осмотреть еще один сектор! Сектор культурного обладания! Обладание? То есть обладание чем? И что это значит культурного? Это значит обладание всеми достижениями мировой культуры во всех ее проявлениях! От приметов быта и произведений искусства, до, естественно, возникших природных объектов! Блин, Тофик, сказал тогда так, что даже я не понял! Да вы просто взгляните! Здесь же есть все! Вообще все! И вы можете этим всем обладать! Если сделаете такой выбор, конечно! А что это они все тащат? Все! Все, что им хочется! Все, что им нравится! Все, что они хотят иметь! Здесь они получили возможность реализовать все свои материальные потребности! Абсолютно бесплатно! Сейл-фри! Ну да, ну да! А вот если я захочу, к примеру, себе, ну там, дом! Вам какой? Виллу, коттедж, там хаус, бунгало, дворец, доходный дом, вигвам, небоскреб! Или все вместе! И в каком количестве? Может быть, полистайте каталог, чтобы выбрать жилище? Что, правда? Можно вот это все? Естественно! Ваше дело только сообщить нам номер интересуемого вами проекта! Впрочем, вы сами можете спроектировать себе жилище в соответствии с вашей фантазией! Ваш проект, как и любой из каталожных, будет мгновенно реализован! Хотите попробовать? Хочу! А вот если, например, захочу себе вот этот замок! Причем три штуки! Все три одинаковые? Или такие же по стилю, но разные? Ну, не знаю! Давай одинаковые! С нашим вам удовольствием! Плэйс! Может быть, транспорт? Ну, дайте подумать! Хаммер, Бентли и Фурвольво! Плэйс! Хорошо, тогда еще новый гелик и квадроцикл Паларис! Плэйс! А яхт и гоночный катер? Плэйс! А самолет и вертолет бизнес-класса? Плэйс! Плэйс! Прикольно! Однако, блин! То есть, если я захочу здесь остаться, то все эти дома, машины и прочее будут моим? Да это же жалкая мелочевка! Вы будете иметь гораздо больше! Вы будете иметь все! Бесплатно и вечно! А вот если я захочу поговорить с одним из здесь обитающих? Прошу! Юноша, присядем! Да не вопрос! Ну, типа, пожалуйста! А что, вы тоже любите... Я пить встал одежды? Нет, молодой человек! Я давно уже не люблю! Никакие цвета! И никакую одежду! И вообще, что любила раньше! Из-за чего меня угораздило вляпаться сюда навечно! Как вляпаться? Здесь что, плохо? Здесь же есть все! Здесь только вещи, молодой человек! Баракло! И ничего больше! Поверьте мне! Я здесь нахожусь очень давно! Ну, постойте! Ну, разве не интересно иметь жилье? Пользовался разными автомобилями? Там каждый раз что-нибудь новое одевать! Юноша, во скольких домах вы можете находиться одновременно? Ну, в одном! Ну, но... А дальше выберите себе дом и набиваете его барахлом. Затем еще дом, или дворец, или усадьбу, и опять набиваете его барахлом. Затем еще нибудь такое помещение, и опять набиваете его барахлом. И так вечно! Сначала это удивляет, потом увлекает, потом надоедает, потом от этого ты звереешь, потом отчаявшись и делаешь просто потому, хоть чем-то себя занять, вместо того, чтобы сидеть и вытарь тоски. Особенно осознание того, что ты раб этого барахла. И это будет длиться без конца. Ну, разве нельзя ходить друг к другу в гости, устроить праздники, там новоселья, к примеру, там разные соревнования, шоу, что ли? Эх, юноша, вы плохо слушали свою провинция по этому месту. Они честно предупреждают здесь. Вы можете только приобретать и обладать, и ничего больше. Поэтому здесь только тащат барахло и складируют его. Снова набирают, снова тащат и снова складируют. И так без конца. И больше здесь ничего нет, никакого общения, никакой другой жизни. Одно барахло. Вот так вот, юноша. Это что, она правду сказала? Кто она? Вы о своей Марине вспомнили еще какое-нибудь из их предпочтений? Мы способны удовлетворить их все. Так, топик, пойдем отсюда. Желание клиента – закон. Зал презентации «Достоинство величия». Зал презентации «Достоинство величия». Зал презентации «Достоинство величия». Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Дальше посещение мест особой концентрации вашей власти! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Меня звали Сильвио Корнелло. Я умер от рака в 1974 году. А сейчас какой год? 2012. Всего 28 лет. Я думал, прошло уже лет 300. Ты как сюда попал? Как и все. Подписал акт решения. Как вон тот, которого в пыточный барак повели. Пыточный барак? Здесь что? Пытают? Еще как пытают. Такую боль. В той жизни даже представить себе было нельзя. Здесь всех новобранцев через тот пыточный барак проводят. А ты других пытал? Пытал. Я в фашистов с детства играл. Мой отец служил офицером у Муссолини. Он всегда говорил, что фашизм это правильная идея. И чтобы Гитлер всем миром управлял, если бы его евреи не подставили. А я как дурак верил. А слушай, Сильвер, а что это за трубы там дымят? Это? Это крематории. Там жгут тех, кто других в огонь посылал. Как жгут? Как я понял, здесь все вечное. Здесь ничего нельзя жечь. Жечь нельзя. А жечь можно. Вечно жечь. Ты читал Библию? Нет, а что? Там про вечный огонь написано. Так вон он, тот огонь. Вон в тех трубах. Так опять, блин, разводка. Обещают гады, безраничную власть. А сами тебя рабом ничтожным делают. Мы сами себя рабами сделали. Мы все, все добровольно отрешение подписали. Ты не будь дураком, не подписывай здесь ничего. Не буду. Прощай. Прощай. Как я понял, идем дальше. Ты правильно понял, Тофик. Как вам, к примеру, долины ужаса? Ну, давай твои долины. Пусть. Пусть. Прохи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подожди, Рыжок? Тебе сколько лет? Семнадцать, а что? А мать твою не Лариса зовут? Лариса, а как? А маму ее, бабушку твою, не Анна Макаровна? Ну да, Анна Макаровна, а ты? Здравствуй, сын, меня зовут Рыжок Сергей Николаевич Вот и свиделись, наконец Да уж, блин, вот эта встреча Да, именно так Нашлось-таки место и время То есть, папа, то есть ты уже умер? Значит, умер, сын Хотя ты сам теперь знаешь Что смерть Это лишь переход в другую форму существования Я и перешел сюда Когда тебе было четырнадцать лет Стало быть, три года назад Папа, саркома мозга А что с тобой? С тобой что случилось? Неужели наркотики? Передозировка? Или авария? Ты ведь так молод еще Да, папа, авария Только не со мной С Маринкой Да, слышал Знаешь, сын? Знаешь? А я рад Рад тому Что мой сын Несмотря на то, что я Оказался никаким отцом Вырос хорошим парнем Мужчиной Не растеряй этих качеств, сын Если выберешься отсюда Кстати Где твой ангел? Какой ангел? Ты что, вестниками швейду? Или этого? Какого? Тофика Ты что? Еще не понял Где ты находишься? И кто такие Эти вестник и Тофик? Ну как? Ну в терминале Переходном каком-то Ну Вестник это мой Охранник И сопровождающий Подсказки мне дает А Тофик это Менеджер терминальский Разводчик, блин А заклинание-то хоть Которое тебе этот схимник Афанасий дал Ты знаешь, что оно значит? Да нет, не знаю Ну заклинание какое-то Ну Афанасий сказал призыв Кстати, а что такое схимник? Схимник Дима Это монах христианский Православный Высшая степень монашеского пострига А молитва, что он тебе дал Называется молитвой Иисусевой Господи Иисусе Христе Помилуй мя Только тебе он ее дал На греческом Кирие Иисусе Христе Иисусе Христе Иисусе Христе Значит, это Значит, что Мы в аду В том самом аду Да Терминал Это вход в ад Так называемые Залы презентации По-церковному Их называют Мытарство То есть Таможник Основный уровень И есть Сам ад Во всем его многообразии Где мы с тобой, собственно Сейчас и находимся Ну А значит, вестник Это ангел? Да Вестник с греческого Ангел Он является твоим Ангелом-хранителем А Тофик Это просто демон Дьявол или бес Много у них разных названий Дер Тойфель, кстати С немецкого Чор Подожди, папа Если есть Ад Вестник То есть Вестник ангел И Бесы То Значит, должен быть И рай Ты был в верхнем городе? Нет Только на смотровой площадке А значит Верхний город Это и есть Рай Ты правильно мыслишь, сын Но если есть рай То должен быть и Бог Бог существует Иначе бы Мы с тобой сейчас не разговариваем Сложи два и два И получишь четыре Ох, и нефигаш себе Вот именно, Дим Вот именно Папа А Ты разве не мог Пройти через эти Зал презентаций И выйти туда, где Бог Ты же Все знаешь Видишь ли, Дима Видишь ли? Здесь не все Так просто Здесь Ты станешь Рабом той страсти Которой ты служил В земной жизни И от которой Ты стал зависим Освободиться от нее Можно только Пока ты еще там Когда ты уже здесь Твоя главная Греховная страсть Сама сделает За тебя выбор И ты не сможешь Этому противостоять Понятно Вот интересно А не сая гадина Которая меня сюда загнала Еще королит меня? Сейчас посмотрим Вроде бы ее нет Дима Дима Моли за меня, сын Моли Господи Тирея Иисуса Христа Господи Помилуй меня И спасибо вам папу Господи Помилуй нас Господи Помилуй меня Во имя Отца и Сына Папа Молитва Опять помогла Молитва всегда помогает Папа Ну почему ты Просил молиться меня А не молился сам Видишь ли, Дима Для попавших в ад Прошло время молитв Теперь они уже Не могут обращаться К Богу с просьбами Ибо ранее они Отвергли его самого И его помогающую силу Теперь лишь молитвы Людей живущих Или уже находящихся В раю Могут оказать Здешним обитателям Помощь И дать облегчение Страданий Как я тебе могу Помочь, папа? Ты можешь помочь Если выберешься Отсюда Молись за меня, Дима Чтобы Господь Простил меня И освободил От этого Ужаса Но помимо этого Кроме моего желания Нужна еще и жертва Со стороны любящих людей Какая жертва, папа? Жертва милостыни Жертва добрых дел Совершаемых в память Об ушедшем сюда Жертва любви Страх И ангел Божий Как ты похож На моего бывшего хранителя Где он сейчас? Он молится за тебя, Сергий За тебя И за всех, кого он опекал В их земной жизни Сейчас он оберегает Недавно окрещенного младенца Мне жаль Что я пренебрегал Его подсказками Хотя некоторые из них Я ощущал очень явственно Дима Ты слушайся его Он самый мудрый И верный советчик А как мне слышат тебя Ангел? Я научу тебя этому позже Нам пора Мы можем опоздать к Марине Сейчас я дам тебе оружие При помощи которого Ты сможешь защитить себя От здешней нечисти Типа волшебный меч? Типа того Сила крестного знамения Сложи три пальца вот так Эти два прижми к ладони Значит Три пальца поднеси к лбу К животу К правому плечу К левому И скажи Во имя Отца и Сына И Святаго Духа Во имя Отца и Сына И Святаго Духа Что ж Ничего себе Дмитрий Пришло время Расставания Папа Прощай, Дима Я буду молиться за тебя Папа Скажи Ангел Хринкель А почему Бог помогает одним людям А другим нет? Бог, Димитрий Помогает всем одинаково Только кто-то принимает его помощь А кто-то отказывается от него От нее Те, кто принял Ты мог наблюдать В долинах верхнего города А те, кто отказался Ты мог видеть здесь И это был их свободный выбор Как можно определить, что Отношение Бога к людям Это и есть И есть по-настоящему любовь Ты считаешь, что ты любишь Марину Да Теперь Теперь здесь я И правда понимаю, что я люблю ее По-настоящему ее люблю Ты пошел на огромный риск ради нее Ты бы отдал свою земную жизнь Ради нее? Отдал бы Почему? Как почему? Потому что я люблю ее Вот и Бог поступил так же Он предал себя невероятным пыткам на кресте Чтобы спасти все человечество от смерти Потому что Бог любит всех Потому что Бог и есть любовь Я должен покинуть тебя на некоторое время Иди прямо, непрестанно молись И помни Пока с тобой оружие креста И Божья любовь Никто не сможет причинить тебе вреда До встречи Прощай Как хорошо, что есть Бог Как хорошо, что он такой сильный И защищает нас от всех врагов Как хорошо, что я наконец-то узнал о нем Куда теперь? Что делать? Ну, конечно, Господи, прости меня Господи, я слишком поднадеялся на себя Господи, прости меня Господи, вразуми меня Господи, укажи мне путь Господи, прости меня Господи, помилуй меня Господи, ты сам Выведи меня отсюда Во имя Отца и Сына И Святого Духа Эй Эй Ты кто? Нет Не трогай меня Отдай меня покой Не надо меня мучить Прости, брат Брат, если набугал тебя Я и не думал тебя мучить Просто я тут немного заблудился Прости, если набугал тебя Брат Не, брат, где тебе? Не нужно мне никаких братик Я и саму хороша Да ладно, брат А ты здесь давно питаешь? А тебе какое дело? Я сам знаю сколько И где мне питать? Да, в общем-то Никакого дела у меня нет Нет, просто я подумал Что если ты тут давно То ты все эти ходы знаешь И поможешь мне выход найти Ты ищи его Хочешь много воспользоваться Моим интеллектом и опытом? Сам ищи выход Я сам ищу И ты сам ищи Так ты что? Его не нашел еще? Ну и что? Еще чуть-чуть поищу и сам найду А ты не приматывайся Выходи и сам себе ищи Да ладно, брат Слушай, пошли со мной Я верю, Бог меня выведет Он меня отовсюду выводил Он меня никогда не бросал Он меня не бросит и сейчас Когда молиться ему Держаться за него И просить помощи И он обязательно выручит Пошли со мной, брат Не, брат, не тебе И не нужно мне никакого твоего Бога Я сам тебе Бог И не нужно мне помогать Тебе помогать У меня своя гордость И свой ум есть И опыт И никто мне не указывает Что мне делать Я сам сюда пришел И сам отсюда выйду Без всяких там богов Ну ладно Сам значит сам А я с Богом пойду Счастлива тебе, что ли? Иди, иди с кем хочешь А я с Каам Господи Помилуй меня Ну и его, если можно Господи, помоги мне Господи, выведи меня отсюда Я верил, Дмитрий, что ты сможешь найти правильный путь Здравствуй, ангел Я выбрался С Божьей помощью Скажи просто Слава Богу за все Слава Богу за все Хватит упали Еленича Все-таки вы не в церкви А можно я его перекрещу? Нет Помогу, блин Бесяра Не шипел Ладно, ладно Хоть вы и грамоньки остались Главное еще впереди Так Бесяра, пошли к Маринке Хватит полоскать мозги Теперь с большим удовольствием Плыс Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И это закончено Верховная жюри терминала Единогласно признала Победительницей конкурса Марину Никифору Согласно правилам терминала Марина Никифорова Увенчивается званием Королева терминала И это еще не все. Как и в случае подписания акта решения, победительница конкурса получает контракт на съемки многосерийного блокбастера в качестве исполнительницы главной роли с соответствующим гонораром. И это еще не все. В случае подписания победительницей акта решения, победительница конкурса получает ключи от всего модельного ряда автомобилей «Майбл», «Бетли» и «Роллс Ройс». И это еще не все. В случае подписания акта решения, победительница получает контракт на право собственности на трехэтажную беломраборную виллу, стоящую на собственном острове в Лазурном море. Двухсотфутовую яхту и собственный восьмиместный самолет класса «Люкс». Как победительница конкурса, Марина Никифорова получает корону королевы терминала, состоящей из тысячи бриллиантов. Итак, Марина Никифорова, согласна ли ты принять причитающиеся тебе почести и подписать акт решения? Нет, Маринка, не делай этого! Тебя обманывают! Это бесы! О, Димон! Хай, ты тоже здесь? Приглашаю тебя сегодня на пати в честь моей победы в этом конкурсе на мою виллу на остров. Полети вместе на моем самолете! Нет, Маринка, не делай этого! Ты не понимаешь, это все обман! Итак, королева терминала, ты подписываешь акт? Нет! Да, да, и еще раз «да»! Внимание! Королева терминала отправляется наслаждаться заслуженными ею почестями. Претендентки, приготовьтесь к новому дефиле! Шоу продолжается! Ну, вот и отлично! Теперь она наша, а то славься, славься, славься терминал! А-а-а-а-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так... Я не брошу тебя, Маринка! Не брошу Я специально пригласил к тебе из той жизни Потому что... Потому что... Потому что я люблю тебя, Маринка! Я боялся сказать тебе об этом в той жизни Но теперь здесь мне терять нечего Я рад, что получил возможность Хотя бы сейчас удастся за тебе Я люблю тебя, Маринка Дима, придурочки Черней сести что, умер ради меня? Ты покончил жизнь самоубийством? Нет, нет, всё было по-другому. Я потом тебе всё расскажу. Главное, ничего не бойся. Или ты уйдёшь отсюда, или я буду оберегать тебя, как смогу. Дима. Что я могу сделать для неё? Ничего, ничего. Она наша, она наша. Она сама решила так. Ангел мой, скажи мне, как друг, как я могу ей помочь? Что для этого надо? Христос и твоя к ней любовь помогут тебе. Обратись к ним. Я понял. Христос уже предсказал мне, что делать. Слышишь ты, Тофик, я предлагаю тебе честный чейндж, обмен. Вы отпускайте Маринку и оставляйте себе меня вместо неё. Ну что, дошло? Что? Жертву замены? Этого не было предусмотрено программой вашего посещения терминала. Я имею на это право. Имею. Да. Но если это будет ваш осознанный главный выбор. Вы что, добровольно выбираете вечное мучение в аду? Да. Если это спасёт Маринку. И вы готовы подписать акт решения взамен на договор обмена? Да, я готов. Но вас же ждёт вечное страдание. Причём более сильное, чем эта яма. Пожалейте себя. И жалко вы нашёлся. А ну, кончай базар. Давай сам бумагу. Ну что ж, это твой осознанный выбор. Ангел мой, отведи Маринку к Афанасью. Пусть он научит её молиться и жить с Богом. Пусть Бог не думает, что я отрёкся от Него. Просто я сейчас по-другому не могу. Скажи Богу, что я люблю Его и благодарю Ему за всё. Ангел мой, мне было с тобой просто классно. Прощай. Дима, это правда? Ты спас меня? Можно я поцелую? Последний раз? Нет. Угольки раскалённые целовать теперь будешь. Ты наш. Нет, он наш. И ты знаешь, что это дело. Он отдал свою душу ради спасения другой души. Исполнил Божью заповедь. И Христос дарует ему ещё один шанс. Будем все прокляты за своей любовью. Прокляты! Дима, вот ты красивая. Да ладно, это ты красивая. А я так, рыжий. Нет, Дима, ты золотой. У меня никогда не было, нет и не будет более родного, близкого и дорогого мне человека, чем ты. Это я знаю абсолютно точно. Теперь вам пора возвращаться в свою земную жизнь. И постарайтесь прожить её так, чтобы не пришлось снова проходить эти ужасы терминала. Ты обещаешь любить меня и там? Обещаю. А ты? И я обещаю любить тебя. Но что бы с нами ни случилось. Всегда. Благослови вас Господь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok